Русские новости Из этой книги я сделал достаточно много интересных выписок, которые мне и моим друзьям, моим соратникам идеологически близки, но есть и то, что нас с Натальей Алексеевной Нарочницкой разделяет, можно сказать, самым радикальным образом. Вот две противостоящие точки зрения. Мы представим точку зрения Натальи Алексеевны цитатами из ее высказываний, а противоположную точку зрения некоторыми скептическими репликами на счет этих цитат. И посмотрим в дальнейшем, какой ответ, какой отклик те цитаты, которые я приведу, вызовут у зрителей русских новостей. И мы готовы все это выслушать. И на нашем канале каждый сможет свою точку зрения отразить. Посмотрим, что пишет Наталья Алексеевна Нарочницкая из того, что я оценил бы критически. Критически или, по крайней мере, сказал бы, что все так, да не совсем так. Вот приводится издателям цитата из высказываний Натальи Алексеевны Нарочницкой. «Я не радикал. Мне удивительны люди, которые 15 лет твердят одно – банду Ельцина под суд. Тем временем общество живет без всякого влияния этих радикалов. Они же себя обрекают на жизнь только для себя в своем политическом кружке. И потом удивляются, почему страна голосует иначе. Ведь подтасовать можно не более 5%. Вот здесь я бы сказал, что подтасовать можно 100%. Наталья Алексеевна, видимо, недостаточно знакома с политтехнологиями и с тем, как можно фальсифицировать политическую систему в целом. Надо ничего не понимать в ситуации и наивно верить в революции, которых страна вообще не выдержит, и чтобы выступать в политике с радикально непримиримых позиций. То есть революция, оказывается, это не то, что складывается в результате деятельности правительства, которая не способна выдерживать страну, а вот некие твердящие банду Ельцина под суд, ужасные люди, которые вообще не влияют на общество, но почему-то готовят революцию, и революция непременно что-то поломает. Какое-то противоречие есть в этом высказывании. Читаем дальше. Это сектанство, обрекающее огромную энергию на тупик и вывод из реальной работы. Этому лишь радовались все гайдары и чубайсы, те, против кого такая энергия направлена. Только спокойное и респектабельное действие дает нужный эффект, и такой посыл, от которого нельзя отмахнуться. Только когда русским по мировоззрению языком и понятиями заговорит и задумывает отечественная элита, произойдет сдвиг. Вот вопрос, произойдет ли сдвиг, если просто говорить. Наталья Алексеевна в 90-е годы, я тоже на своем опыте, написали и наговорили очень много. И что с того? Что это изменило? Разве это что-то изменило? Даже в сравнении с теми, кто вообще ничего не понимает, кроме как банду Ельцина под суд, а сейчас банду Путина под суд. Да в общем-то ничего. Можно толдычить одну и ту же фразу, ничего не понимая в жизни, можно писать огромные сочинения идеологического характера, которые прочтут ближайшие соратники, и больше ничего. И то, и другое является политическим сектантством. Вот я противопоставляю точке зрения Натальи Нарочницкой, другую точку зрения, что пока нет реального политического действия, пока нет реального наступления на враждебную русским власть, именно на власть, а не на государство, все сочинения не стоят ничего. И все вот эти кухонные сплетни об этой власти тоже не стоят ничего. Пока нет разработанной идеологии, пока нет действующей на основе этой идеологии организации, все это бесполезно. Наталья Алексеевна считает, что можно быть респектабельным, и от респектабельной мысли никто не отмахнется. Я полагаю, что это не так. Воля ваших зрителей русских новостей с честь ту или иную мысль правильной. Вопрос к вам, как вы считаете, нужно стремиться к респектабельности или нужно стремиться к политическому действию, которое решительно разоблачает предательство и воровство ныне действующей власти. Ну вот здесь как возвращение, некое смягчение мысли. Другое дело идеология, мировоззрение. В качестве идеолога, то есть человека, работающего в области мировоззрения, я не иду на компромиссы. Политика же искусства возможного. Моя точка зрения противоположная. Политика – это искусство невозможного. Требуйте невозможного и получите необходимое. А искусство возможного – это политиканство, это подправление этой ситуации в свою пользу скорее, а не в пользу того, чтобы что-то изменить в нашей стране. Поэтому давайте выберем, политика – это искусство возможного или политика – это искусство невозможного. Невозможного, которое требуют ради того, чтобы получить необходимое. Или все-таки мы будем применительно к подлости, как писал Салтыков-Щедрин, действовать в рамках нынешней системы и согласимся с тем, что она будет как-то медленно трансформироваться под влиянием наших, опять применю слово Салтыкова-Щедрина, благоглупостей. Разве плохо, что я, пишет, или говорит Наталья Нарочницкая, выступая на телевидении, в самых важных программах, как депутаты, говорю то, что я говорила всегда, не изменяя своим взглядом, которым экран телевизора придает особую весомость. Вот если бы я изменила своим концепциям и стала говорить иное, тогда я бы изменила себе. По-моему, в предвыборных дебатах на ОРТ я первая на всю страну получила возможность сказать, русский народ это держава, образующий народ, это народ православный по вере, по культуре, не мешайте ему быть таковым. Я искренне полагаю, эту возможность ценнее, чем митинг на 10 тысяч человек. Наталья Алексеевна никогда не сможет собрать митинг на 10 тысяч человек и даже на тысячу человек, потому что просто никогда этим не занималась. Она получила доступ на ОРТ и получила возможность что-то сказать только потому, что примерилась и прилепилась вот к этой власти, которая, в общем-то, является врагом русского народа. И давайте спросим себя, такой компромисс достоин, возможен? То есть наступить на горло собственной песни и не говорить про ту власть, которая действует, всего того, что мы думаем, а быть таким абстрактным идеологом, которого допускают на телевидении. Я спрашиваю, что может этот идеолог на телевидении? Ну вот мне тоже приходилось неоднократно выходить перед телекамерами и говорить много всякого умного, смелого и даже наглого в отношении власти. Что-нибудь это изменило? Абсолютно ничего. Даже если Наталья Алексеевна Нарочницкая сейчас предоставит возможность выступать каждую неделю, допустим, хоть каждый день по телевидению, это что-нибудь изменит? Не изменит ничего, потому что информационная среда абсолютно другая. Представим себе, что Наталья Нарочницкая будет командовать всем телевидением Российской Федерации. А кто ей позволит это? Кто ей позволит тиражировать не только собственные мысли, но и мысли, близкие к ее мировоззрению, православному, монархическому, патриотическому? Никто. Вот могут дать пару раз высказаться для чего? Для того, чтобы авторитет, заработанный прежде, когда не было никаких должностей, когда не было никакого сотрудничества с властями, разменять на какие-то фразы по телевидению. И люди просто перестают верить таким, кто раньше противостоял этой власти, а теперь ей сочувствует и даже говорит о том, что эта власть стала такой, какой мы ранее в 90-х годах мечтали. Это, на мой взгляд, ужасно. Посмотрим, какие есть словословия Натальи Алексеевны Нарочницкой в адрес власти, которая позволила ей что-то делать и что-то говорить на телевидении. Может быть, вот это является ценой за то, чтобы говорить что-то правильное. Надо обязательно говорить нечто такое, что было бы очень удобно этой власти. Мюнхенская риторика президента Путина стала демонстрацией национально-государственной воли, восстановила честь и достоинство России на международной арене. После Мюнхенской речи и решительного признания России и независимости Южной Осетии и Абхазии, Запад не может уже не игнорировать, не игнорировать, не изолировать Россию, смело очертившую круг своих национальных интересов. Для того, чтобы Осетия и Абхазия были признаны Российской Федерацией, было сказано очень много слов и много всяких действий предпринято. И власть была абсолютно глуха к этим действиям в течение многих лет. А потом, после того, как состоялась пятидневная война с Грузией, вот тогда что-то там пересчелкнуло, какой-то триггер в мозгах сработал. Но это точно не было действием, связанным с национально-государственными интересами Российской Федерации. Здесь Наталья Алексеевна ошибается. Вопрос, ошибается ли она в том, что после Мюнхенской речи, честно сказать, я уже не помню, что там было сказано, все изменилось в России, и Запад стал уважительно относиться к нам, и мы сами почувствовали какую-то национальную гордость. Наталья Алексеевна Рочницкая пишет. Ну, тут не в том мысль, что СССР повторить нельзя, просто это совершенно верно, СССР больше не будет никогда, и все, кто мечтает об этом, это просто такие фантомные боли, все уже, эпоха ушла, не будет никогда СССР. А дело в том, что Наталья Алексеевна противоставляет евразийский проект Российской Федерации имени Путина и американский проект. Да, Америка построила свой рай на земле, впечатляющий своим богатством. Устроившись на Вавилонской башне из зеленой бумаги, она взымает имперскую дань. Россия же обладает тем, чего нет ни у США, ни у Европы. Это не только ресурсы, это бесценный и уникальный опыт многообразия. Вот давайте определимся, опыт России это опыт многообразия или все-таки это опыт имперского единообразия, которое было внесено русским народом на огромные евразийские пространства, и где лаской, где таской навязано другим народам. Многообразие или единообразие, все-таки что является основой русского исторического опыта и его достоянием. И вот этот уникальный опыт многообразия, делающий Россию моделью мира с его великими перепадами в культуре, картине мира, потенциалах. Она знает конструктивное взаимодействие на своей территории, в своем историческом проекте всех цивилизаций, от потрясенного Кремля до стен недвижного Китая. Ей ведомо все, и безумное богатство, и средневековая бедность, жизнь в пустыне, вечной мерзлоте, высокая культура, технологии научной мысли и архаика. Ей внятно все, проблемы и хижины, и дворцов. Она одновременно живет в трех веках, в прошлом, настоящем и будущем. У нее опыт уникального сотворчества с исламом. Где было сотворчество с исламом? Честно говоря, я не знаю. В России не было такого сотворчества. И этот опыт, и единство во множестве дают. Есть способность понимать и принимать других, уважая их инаковость, что не дано американцам с их кальвинистской уверенностью в божественном предназначении управлять дикарями и народами зла. Вот действительно ли так? Действительно ли на фоне высокомерного менторства и группы Испансии русский проект евразийского пространства – это идея иного справедливого мира, мира гармонии, многообразия на огромном пространстве, свободного обмена достижениями, каждый сможет молиться своим богам, но принадлежать большому проекту, может стать источником энергии к модернизации и развитию без порабощения и утраты самости. Мне кажется, что это не просто иллюзия, это ложное представление о России. Воле тех, кто смотрит русские новости, определится, многообразие – это достоинство России или это мина замедленного действия против нее. Единообразие, которое навязывалось русским народам с его верой, с его образом жизни, другим народам – это позитив для тех же самых народов, да и в целом для евразийского пространства, для цивилизации человеческой – это позитив или это негатив? Давайте каждый подумает о том, как все-таки отнестись вот к этой такой поэтизированной мысли Натальи Алексеевны Нарочницкой. Мое отношение крайне негативное. Наталья Нарочницкая пишет, «Не стесняюсь говорить о том, что именно русский является государствообразующим этносом». Здесь применено слово явно неправильно, поскольку это не направлено против других народов. Я считаю, что направлено против других народов, против того, что мешает русским жить по-русски и обустраивать Россию по-русски. Многонациональность России – это ее изначальная сущность. Это не так. Я считаю, что это прямо наоборот. Многонациональность – это то, что враждебно русской сущности России. Да, есть разные народы, они могут жить по-своему в рамках своих компактных поселений, но Россия должна быть русской и единообразной. Никакого многонационалия не должно быть. Ну, то, что фраза там в Конституции написана, что мы многонациональный народ – это просто глупость, это безграмотность тех людей, которые писали Конституцию, не более того. И это слова в преамбуле, они никак не воздействуют или не должны воздействовать на политику России. К сожалению, воздействуют в том числе и через вот такие высказывания, которые я не могу признать правильными. А вы можете, попробуйте, по крайней мере, в своей голове как-то обосновать, что многонациональность России – это ее достоинство. Я считаю, что это большой недостаток. Россия должна быть унифицирована и стать русским национальным государством, никакой не федерацией и никаким союзом разных наций. Нет, это вот организация объединенных наций – это, да, это какая-то площадка для взаимодействия наций. Но Российская Федерация не должна быть таким вот союзом наций, она должна быть русским национальным государством. Снова возвращаемся к тому, что Наталье Алексеевне приходится говорить. Приходится говорить, потому что она согласилась сотрудничать с этой властью. Событием, которое окончательно покончилось Горбачевщиной и Козыревщиной в российской внешней политике, я считаю мюнхенскую речь Владимира Путина. Чем же им так не угодило выступление российского президента? Владимир Путин им прямо в лицо сказал, «В мире множится число войн, международное право сдано в корзину, Запад берет на себя роль ментора, а в глобальной политике царит тотальная лицемерие и фарисейство». Спрашивается события последних лет, 14-15 года, не отражают фарисейство и менторство Путина, его группировки во внешней политике. Следующим важным шагом, который укрепил наши позиции, стало поведение нашего руководства во время Пятидневной войны на Кавказе, когда мы пресекли авантюру Саакашвили и спасли от истребления населения Южной Осетии. Это событие, я считаю, важнейшей вехой, ставшей логическим продолжением мюнхенской речи. А было ли какое-то другое продолжение, во-первых? А во-вторых, а что, собственно, было пресечено? Кроме того, что защитили Южную Осетию, не сделали главного. Если уж война, если уж стрелять, надо было драться до победы, надо было войти в Тбилиси, надо было арестовать Саакашвили, всю его шайку, поставить там диктатора, который подготовит всеобщие выборы и вернет Грузии суверенитет без всякого давления извне, которое было организовано Саакашвили. Теперь прошло время, Саакашвили всем понятен как человек, который можно назвать авантюристом или придурком, но уж точно не человеком, который отставил интересы Грузии. Зачем же Российская Федерация не отразила агрессию Саакашвили так, как положено тем, кто собирается побеждать? Поэтому где продолжение этой мюнхенской речи? Где продолжение? Где, может быть, в конфликте на Украине, может быть, в том, чтобы сформировать такое долговременное отношение вражды между великороссами и украинцами? Вот это, может быть, является следствием мюнхенской речи? Наверное, так, наверное, так. Сила состоит отнюдь не в том, чтобы играть ракетно-ядерными мускулами и размахивать кулаками силы, понятие гораздо более тонкое и многоокранное. Можно об этом говорить, но, мне кажется, это совершенно излишне. Это достаточно ясно и, в общем-то, является почти что банальностью. Вот снова, все же по сравнению с 90-ми годами, в стране гораздо меньше хаос, оно управляемое. Правительство постоянно вмешивается в тяжелые проблемы, вытягивает тех, кто оказался у черты. Я думаю, что никого оно не вытягивает, только затаптывает. В области внешней политики значительно, по сравнению с 90-ми годами, восстановлены честь и достоинства России на международном уровне, что позволяет нам больше концентрироваться на внутренних проблемах и, кстати, самим решать, какие должны быть цены на бензин. Ну, это, я считаю, что тоже такая ошибка. Цены на бензин устанавливаются те, кто просто грабит наш народ и живет здесь, конечно, в Российской Федерации, но занимается разграблением той страны, в которой живет. Поэтому, кто там сами устанавливает цены на нефть, что там, где мы в международной политике. Это же не сказано не сто лет назад, это вот только что сказано, это свежая публикация. И тут высказывание там 12-го, 13-го, 14-го и даже начало 15-го года. Эпохальной вехой стала мюнхенская речь Путина. Это был подлинный прорыв. Впервые после многолетнего отступления мы высказали все, что понимаем, и не намерены больше ворковать фарисейскими категориями. Затем была проявлена твердость к авантюре с Кашвили против Схинвала. Ну, вот мне кажется, что, может быть, Наталья Алексеевна слишком впечатлительна по-женски. А может быть, она вот таким образом проложила себе путь в том, чтобы соучаствовать в деяниях власти и получить возможность, то, о котором она мечтала, что-то говорить публично и свои мысли доносить до людей. Ну, в последнее время что-то не очень ей это удается. И я думаю, может быть, напрасно. Напрасно она ходила во власть. Да, видимо, это решила какие-то ее личные проблемы. И дай бог ей и дальше эти проблемы решать. Но ее проблемы пропаганды своего мировоззрения, разве они были решены? Разве хоть что-нибудь было решено? Ну что же, видеокамера моя совершенно замерзла, поэтому пришлось вернуться в помещение, отогреть ее. И продолжить осталось совсем немного. Наталья Алексеевна пишет. Совсем недавно у подавляющего большинства было полное ощущение, что наше государство, начиная с 2000 года, последовательно, постепенно возрождается. И это многого стоит. Были восстановлены честь и достоинство на международной арене, особенно после мюнхенской речи Путина, которая поставила жирную точку в дискуссиях с Западом. На самом деле, я лично не заметил никакого возрождения ни мировоззренческого, ни хозяйственного. И в международной жизни тоже как-то не произошло никакого сдвига. Мюнхенская речь, видимо, так потрясла Наталья Алексеевна. Что она продолжает писать? Общее раздражение, неудовлетворенность, не столько экономическими проблемами, но отсутствием или утратой духовно-нравственной составляющей общественного движения. В период даже заслоняет сейчас в умах возбужденных критикой людей много неоспоримых достижений последних лет. И что она перечисляет? В полукритике оппозиция игнорировала колоссальный прорыв, северный поток, прорыв политический, экономический, геополитический. Сырьевая доля в бюджете страны уменьшается с каждым годом. Не так быстро, как нам хотелось бы, но она уменьшилась, она снизилась уже до 30%. Резко последние два года уменьшилась убыль населения, рождаемость и смертность почти сравнялись, чего не наблюдалось с 1994 года. В этом тоже проявление стабильности. Ну, это все, во-первых, абсолютно неверно. Северный поток не дал того результата, на который рассчитывали. Доля сырья в бюджете остается крайне высокой. То, что там говорят про 30%, но это для того, чтобы успокоить людей, которые не особенно вникают в эти цифры, что за ними реально стоит. Ну и резко уменьшилась убыль населения. Но это, извините меня, Росстат уже давно стал придатком пропагандистской машины. И нам рассказывают про то, что рождаемость увеличилась, смертность уменьшилась. Этого нету, этого нет и не было никогда. Если правящая группировка о чем-нибудь врет, то она врет и обо всем остальном. Верить нельзя ни единому слову. Ну вот Наталья Алексеевна верит. Вопрос к нашим зрителям, можно ли верить этой группировке. В то же время сегодня исчерпан лимит терпимости, пишет Наталья Алексеевна. Другая сторона, почему-то вдруг ей неожиданно открывается. Лимит терпимости общества к социальным тяготам 40% населения страны, причем в самых нужных для прорыва профессиях науки, образования, медицине и высокотехнологичном производстве. А когда у государственной политики нет должной опоры в своем обществе, утраты постигают ее и на международной арене. Люди устали ждать коренных перемен. Вот действительно устали ждать. Мы тоже устали ждать, когда наконец здравые рассуждения будут дополнены здравым политическим действием. Не просто правильные слова, а правильные действия. Тем более сама Наталья Алексеевна пишет, сейчас время не теорий, а действий. Все, что мы могли сказать и написать, мы сделали уже в 90-е годы. Это пройденный этап. Сегодня нужны реальные, пусть малые, но дела, которые помогут людям самоорганизоваться для решения их проблем. Иногда даже в области воссоздания духовно-культурной среды обитания. Для меня ситуация не в том, что от нас требуются малые дела. От нас требуется одно большое дело. Спасти Россию от уничтожения и развала и от разграбления оккупационной администрации. Политика решает вопросы жизненного, экономического попечения общества. Здесь больше всего и орудуют бесы. Я не верю, что все политики циники, даже те, кто кажется нам циниками, хоть иногда совершают что-то благородное. Но это разве их оправдывает? Жить правильно и правильно вообще не рентабельно. Но только это и удерживало всегда человека от оскотиневания, рождало великие государства и побуждало к готовности за отечество, за веру, за любовь, за други своя, отдать жизнь. Отдать жизнь за други своя или пойти обслуживать ныне действующую власть, для того, чтобы сказать вот эти правильные слова, опубликовать их, высказать где-то по телевидению, что все-таки является главным. Право говорить правильные слова требует других слов. Вот эти слова Наталья Алексеевна постоянно и произносит. Вот совсем не там, где он был в 90-е годы, даже 6 лет назад, когда многие из сегодняшних моих более радикальных единомышленников еще были молоды и далеки от политики. Мне все же есть с чем сравнивать. Изменения огромные, хотя давно назревший прорывный этап запоздал. Он должен был последовать сразу за Мюнхенской речью Путина, которая подвела черту под предыдущим этапом нашей истории. И для Запада Россия сразу восстановила свой статус державы, хотя утратившей многое в 90-е. Давайте проанализируем, почему утратила и почему легко может опять утратить. Ну, ничего Россия не получила. Мюнхенская речь, которая, видите, уже совсем в другом ключе, Наталья Алексеевна говорит в тех выступлениях, которые были несколько позже. Нам нужны и честные выборы, и оздоровление демократических институтов, и настоящие партии, но у нас в планах иной вектор социального развития страны и истории. И этот вектор, я верю и знаю, совпадает с взглядами Владимира Путина. Вот в чем, видимо, проблема. В том, что Наталья Нарочницкая нашла у Путина какое-то совпадение с ее взглядами. Я не нахожу ни единого совпадения, хотя многие слова Натальи Нарочницкой мне близки. Я бы подписался под ними, писал и говорил многое из того, что один в один совпадает с тем, что говорила Нарочницкая. Но только не в том, что касается власти. Власть, считаю, абсолютно негодяйской. Путина главарем этой негодяйской структуры. Любой герой из радикально протестной среды по законам политики, которые не удалось еще переступить никому и нигде, обречен ломать государство, прежние структурные связи и строить собственные рычаги управления. Это обрекает вынесенных на поверхность новых вождей судорожных искать поддержки с любой стороны, а потому делать уступки и уступки. Ну, по-моему, это про Путина написано. Но, видимо, Наталья Алексеевна относит все это только к его противникам. Но желательно, чтобы она бы, конечно, расширила свой взгляд. Я верю, вижу, знаю, что Владимир Путин не просто сочувствует чаяниям тех 80% населения, которым и я принадлежу, но и без сомнения хочет быть лидером, который сделал и сделает много для утверждения в истории Великой России. Я знаю, что Путин принадлежит к одной тысячной населения России, которая истязает нашу страну. А на 80% или на 99% ему абсолютно наплевать воля тех, кто смотрит русские новости, решить, принадлежит ли Путин к тем 80%, к которым относит себя Наталья Нарочницкая, и я себя отношу, или он принадлежит к одной тысячной, которая захватила власть в стране и уничтожает ее систематически, последовательно и в течение многих лет. На что власть будет составлять свою повестку, думать о кадрах и анализировать причины появления жестких настроений. Наша задача участвовать в этой повестке. Я осознанно именно ради этой повестки поддерживаю Владимира Путина. Не случайно я со своими соратниками провозгласил о создании русского гражданского движения. Ну, никакого русского гражданского движения не получилось. Из поддержки Путина ничего толкового не вышло. Стоило ли так унижать себя, унижать тех, кто имеет сходные или те же самые мысли, что и Наталья Алексеевна Нарочницкая. Путь внедрения во власть и вот таких уступок, прославление власти, как что-то такое изменившее в стране, про возглашение того, что благодаря Путину Россия встает с колен и в обмен на это получение возможности выступления где-нибудь там на ОРТ, публикации книг, это достойный выбор или нет. Вот давайте мы подумаем над этим и решим, поставив себя на место Нарочницкой или кого-нибудь другого, или решив для себя самого, какая судьба является более приемлемой для человека. Путь борьбы с оккупационной администрацией или путь внедрения во власть, изменения этой власти в правильном направлении через пропаганду своего мировоззрения, которая раньше была недоступна и для Ельцинской администрации неприемлема ни в каких видах. А сейчас в каком-то виде приемлемо, сейчас официальный патриотизм, значит можно кое-что говорить, только не критикуйте Путина, все остальное возможно. Ну а с моей точки зрения, если не критиковать Путина, то тогда нечего и рот открывать по поводу высоких материй, русского мировоззрения и так далее. Это как если бы сказали, вы знаете, тут вот Гитлер оккупировал нашу страну, вы говорите все что угодно про его оккупационную администрацию, ну они там все видите, как грубо относятся к населению, которое здесь размещено, как они грабят, это все ужасно. Но вы главное про Гитлера ничего плохого не говорите. Вот как-то не получается. Вот у меня не получается, у Натальи Алексеевны получается. Да, и тут это еще в одном месте было сказано. Я с Путиным, ибо хочу сохранить предпосылки той повестки дня, что для меня неизменно в течение 20 лет подъем из убатка русского народа, основателя и стержня российской государственности, подлинно социальное государство явления 21 века, самостоятельность России как великой державы на мировой арене, вечные, преемственные национальные интересы, русская культура, духовные ценности. Без этих основ, без нравственного целеполагания жизни и истории, бессмысленные и бесплодные, прожекты модернизации и индустриального прорыва. Я стремлюсь к обществу, в котором вера, отечество, долг, любовь, семья, справедливость, защита слабых, высшие ценности, за которые стоит отдать жизнь, как это делали наши предки. Вопрос, вот это с Путиным возможно? С Путиным возможно вот все это, все эти благонамеренные ориентации? Я считаю, что невозможно. А Наталья Алексеевна считает, что власть будет составлять свою повестку, думать о кадрах, анализировать причины появления, жестких настроений. Наша задача участвовать в этой повестке. Некий повтор из того, что я уже цитировал. Главное, что есть повестка, власть будет ее осуществлять, надо участвовать в этой повестке. Я считаю, что не надо участвовать. Надо противостоять этой повестке, лживой во всех отношениях, всеми возможными силами, и эту лживость разоблачать. Вот еще одна точка разрыва, она связана с цитированием Натальи Нарочницкой слов главы зарубежной Русской Православной Церкви Антония Храповицкого. Очень интересное высказывание, надо сказать. Очень было бы грустно лишиться русского государства. Но Русь была, росла и сияла даже тогда, когда не было государства. Как последние 450 лет рос и развивался гений греческий, как умнажалась его вера, его патриотизм, его энергия под властью турок. Русское православие, искусство, речь, сердце, открытость, самоотверженность и широта духа не угаснут под игом ни японцев, ни американцев, ни англичан, ни французов. Можно надолго уничтожить Россию, нельзя уничтожить Русь. Если бы приходилось выбирать одно из двух, то лучше пусть погибнет Россия, но будет сохранена Русь, погибнет Петроград, но не погибнет обитель преподобного Сергия, погибнет русская столица, но не погибнет русская деревня, погибнут русские университеты и заменится английскими или японскими, но не погибнет из памяти народных Пушкин, Достоевский, Воснецов, Серафим Саровский. Святая Русь будет всегда, вот так писал Антоний Хараповицкий. Вот это цитирование, уважительное цитирование, меня, честно говоря, пугает. Меня пугает. Получается, что вместе с Хараповицким Нарочницкая готова расстаться с Россией, готова к тому, что государство российское может погибнуть, лишь бы осталась Русь. На самом деле все это не так, потому что есть прямо противоположные высказывания Натальи Алексеевны. В противопоставлениях Руси и России это нечто совершенно ужасное. Не будет никакой Руси помимо России. Не будет. И никогда не было, скажем мы. Если государственность рухнет, а к этому ведет политика Путина, то не будет ни русской деревни, не будет ни памяти о Пушкине и Достоевском, не будет ровным счетом ничего. Поэтому национализм без патриотизма – дело абсолютно пустое. Пропаганда здравых идей на основе сотрудничества с ныне действующей власти, с моей точки зрения, абсолютно дело пустое, бесперспективное и даже постыдное в какой-то мере. Но есть иная точка зрения. И как хотите, решайте. Радикальное противостояние этой власти, правильно это или нет, или внедрение в эту власть и попытки найти там какие-то рычаги, механизмы, на которые можно было бы надавить. Я, честно говоря, не знаю ни одного человека, который пошел бы служить этой власти и сделал бы что-то позитивное. Ну, может быть, что-то, как все мы, что-то позитивное мы делаем, мы каждое утро встаем, идем на работу, и все-таки эта работа приносит какую-то пользу. Но если считать, что есть все-таки нечто большее у тех, кто служит на высших государственных должностях, кто от имени государства высказывается, что-то такое навязывает, какую-то точку зрения людям, если все-таки это некая отдельная, обособленная миссия, то в этой миссии все, кто пытался внедриться во власть, потерпели полную неудачу. Более того, мне кажется, что они деградируют как личности, они начинают говорить всякую ересь, всякую чепуху. Они начинают заглядывать в глазки своему начальнику. Я вот смотрю тут иногда по телевизору, знакомые лица вижу из фракции Родина. Вот те, кто получил какие-то должности, устроился или в Государственной Думе снова, или в Совете Федерации, они с таким восторгом смотрят на беса, который вещает с трибуны, что меня просто отрабь берет, как это люди могли до такой степени деградировать. Но я надеюсь, что Наталья Алексеевна, про Мюнхенскую речь написав многократно и очень восторженно, теперь имеет совсем другую точку зрения. И, может быть, ей даже неприятно вспоминать о том, как она хвалила Путина за эту треклятую, и, в общем, никому не нужную, забытую уже всеми Мюнхенскую речь. Ну что ж, мы прощаемся до следующих выпусков русских новостей. А сейчас предлагаем вот те поднятые в передаче вопросы, которые были обозначены, обозначены противостояния, противоположные точки зрения, неважно, как они высказаны были, кем высказаны, Нарочницкой или кем-то другим, они высказываются по-разному. Вот посмотреть, как эти точки зрения в вашем сознании решают вопрос, что делать мне, как русскому человеку, как патриоту своей страны, как человеку, который стремится к защите и благосостоянию своего собственного народа, как себя вести в нынешней ситуации. Мы уже к этому вопросу подходили, подступали и задавали этот вопрос. Внедряться, что-то исправлять, интегрироваться и растворяться, в конце концов, или отделяться, строить свою собственную концепцию, организацию и уничтожать эту поганую власть, при этом сохраняя государство и не противопоставляя Россию и Русь.